Привет, друзья! Максим Аверин – это красавец-мужчина, брутальный мачо, балагур, весельчак, умеющий постоять за себя, отстоять свою точку зрения. Он всегда на виду востребован и популярен, в том числе в среде женщин. В профессии он добился невиданных высот, его гонорары выше на порядок, чем у коллег и бывших сокурсников. Неудивительно, что поклонникам интересно все, что с ним связано. Сколько и как зарабатывает Максим Аверин? Ну, для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Максим Аверин и сколько он зарабатывает. Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в городе Москве. Максим Викторович вырос в семье, близкая к искусству, но скорее с его технической стороны. Его отец был декоратором масс-фильма, а мама шила костюмы для воплощения киношных образов. Впервые в кино маленький Максим снялся, когда ему было всего 6 лет. Он исполнил эпизодическую роль в картине «Похождение графа Невзорова». Случилось это совершенно случайно. Мальчика взял с собой на работу папа, а там его увидел режиссер картины и ввел в кадр. Съемки безумно понравились Максиму. Ему хотелось вновь и вновь играть чьи-то роли. На свой первый гонорар после съемок в 6 лет Максим купил краски и кисти, которыми разрисовал бордюр. Дебют в кино привел к дебюту в милиции. Художество пришлось смыть, чтобы избежать проблем с законом. В детстве Макс был большим хитрецом. Отец настаивал на том, чтобы мальчик изучал английский язык, но ему больше по нраву был театральный кружок. Чтобы отец, не знающий английского, не уличил его в том, что он пропускает уроки, мальчик имитировал иностранную речь. В итоге обман был раскрыт, а Максим наказан. Театральный дебют Аверина произошел через 3 года. 9-летний мальчик сыграл одну из главных ролей в пьесе «Бранденбургские ворота» в театре миниатюр. Так началась творческая жизнь будущего заслуженного артиста России. Актера театра и кино, телеведущего, режиссера Максима Викторовича Аверина. После окончания общеобразовательной школы Максим поступил в легендарную «Щуку». В 1997 году закончил училище с красным дипломом. Сразу же был принят в труппу театра имени Вахтангова. Затем перешел в Сатирикон, где служил долгих 18 лет. В его театральной копилке без малого 30 работ, в том числе в спектаклях по классическим литературным произведениям. Король Лир, Гамлет, доходное место, Маскарад. Но настоящую популярность ему принесла карьера в кино. К 45 годам в его фильмографию вошли почти 50 ролей в кино и сериалах. До 2008 года большинство из них были второстепенными или эпизодичными. Но после выхода на экраны сериал «Глухарь» для Аверина наступил его звездный час. А еще Максим Аверин – блестящий шоумен и отличный телеведущий. Артиста часто можно увидеть в прайм-тайм на центральных телеканалах. То он член жюри популярного шоу «Перевоплощение точь-в-точь», то ведущий песенного проекта со звездами «Три аккорда». Максим Аверин любит говорить о личном. Его любимая фраза «Слез моих не видно никому, значит, Орликин я неплохой». И, похоже, именно ею он руководствуется при общении с журналистами, предпринимающие попытки больше узнать об уровне его дохода, личной жизни актера. Женат ли он, кто его избранница, есть ли у Максима Аверина дети? Закрытость Аверина от общественности сыграла с ним злую шутку. То, что он никогда не рассказывал о своей личной жизни, не показывает на публике своих возлюбленных, привело к появлению слухов о его нетрадиционной ориентации. Судить и спорить с журналистами что-то доказывать им и поклонникам, Максим Викторович не стал, он просто проигнорировал домыслы. Ему также приписывали романы со всеми партнершами по кино и театру. В ответ Аверин только улыбается, не подтверждая и не опровергая слухи. Максим Аверин и Виктория Тарасова – муж и жена? Сами актеры эту нелепую новость быстро опровергли, хотя Виктория Тарасова в интервью не распризнавалась о своей большой симпатии и даже любви, правда платонической, коллеге по цеху Максиму Аверину. Но фанаты звезд упорно не хотели разувериться в сказке под названием «Свадьба Максима Аверина и Виктории Тарасовой». И все посвящали им клипы, где актеры сыграли такую страсть и любовь, что до сих пор сложно поверить, что все это было лишь частью киносценария. С актрисой Анной Якуниной, сыгравшей Нину в Склифосовском, Аверин познакомился около 30 лет назад в Доме кино, а затем им довелось вместе работать в Театре Сатирикон. Аверин и Якунина очень близки, но дальше дружбы и их отношения не зашли. Глядя на их театральные афиши и общие фотографии в Инстаграм, многие были уверены, что между этими двумя что-то было, однако это не так. У Анны есть муж Алексей и две дочки, в браке она счастлива, с Аверином же дружит вся ее семья, и повода для ревности своему мужу Анна не дает. Известно, что актриса Мария Куликова и актер Максим Аверин знакомы со студенческой скамьи. Но когда, словно гром среди ясного неба, появилась новость о разводе одной из самых красивых и крепких супружеских пар. Мария Куликова и Дениса Матросова, журналисты принялись приписывать звезде сериала «В две судьбы» и «Склифосовский» романы с коллегами по съемочной площадке. Мария Куликова признается, что запросто могла бы влюбиться в Максима Аверина, еще при поступлении в Щуку, но тогда ее сердце было занято, и она, как девушка порядочная, по сторонам не смотрела. Да и сам Максим Аверин признается, что очарован своей партнершей по сериалу «Склифосовский», и что таких актрис, как Мария, не так много. Тех, с кем легко не только на съемочной площадке, но и за ее пределами. Мы не то чтобы дружим, мы работаем в дружественной атмосфере. Мы друг друга будоражим, заряжаем положительной энергетикой. Нам интересно совместное пребывание в кадре. Маша – удивительный человек, работоспособный, добрый, отзывчивый. В одном из интервью Максим сказал, «Почему вы решили, что я вам, как священнику, буду исповедоваться, рассказывать о своей личной жизни? Поверьте, за меня беспокоиться не надо. Мне есть с кем заснуть, и самое главное – есть с кем проснуться». Актер любит отдыхать в Европе и экзотических странах, обожая дурачиться перед фотообъективом и часто становится частью крупных благотворительных проектов. Обо всем этом можно узнать, листая фотоленту Максима Аверина на его личной страничке в Инстаграме. Гонорары актера довольно высокие, если сравнивать их с гонорарами коллег по цеху. Сколько он получает за один съемочный день, выход на сцену театра с моноспектаклем или в классическом произведении – неизвестно. Но его ежегодный доход, согласно декларации, составляет чуть меньше одного миллиона долларов. В эту сумму входят доходы от съемок в кино, ведение телепередачи, игры в театре, выступления на частных или городских мероприятиях. Приглашение от городских управ и частных лиц Максим Аверин принимает охотно, но в силу занятости в театре и кино не всегда может принимать их. В пресс-листе на официальном сайте актера Максима Аверина нет точных размеров гонорара, заведения свадеб, юбилеев или участия в мероприятиях городского масштаба. Сумма зависит от загруженности Максима Викторовича на момент приглашения, тематики и особенности мероприятия. Отдельно заказчику придется оплатить так называемый райдер звезды, проезд, проживание, питание. Особых требований в этом плане уверенно нет. Его 130-метровая квартира стала тем местом, к которому он приходит после насыщенного творческого дня. Находится она рядом с сатириконом, бывшим местом работы актера, который с 2018 года перешел в театр сатиры. Интересно, что Максим является приверженцем стиля минимализма и проживает в квартире вместе с котом, кошкой сиамской породы и собакой с кинематографической кличкой Бандерас. Так что его дом стал крепостью, как в английской пословице, и он там иногда готовит для друзей вкусные блюда. И вообще у него есть желание когда-нибудь открыть отличный ресторан. Семьей знаменитый актер пока не обзавелся, но это дело времени. Максим недавно всех удивил, когда начал строительство собственного дома в Подмосковье, куда собирается уехать от городской суеты. И можно быть уверенным в том, что Максим воплотит в жизни и эту свою мечту, и дом построит. Участок есть, а при кипучей аверинской энергии построить его вопрос времени. А может быть, глуха решил обзавестись семьей? Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои предложения оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!